Привет все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и очередной полезный короткий видеоролик для спонсоров. Хочу пояснить, что для спонсоров это не значит, что я делю людей на сорта. Просто для спонсоров я могу позволить себе снять видео без заранее заготовленного текста, и снять его может быть долго, нудно, в такой вот обстановке, как со своими друзьями на кухне, например. И сегодня я вам расскажу, что можно сделать с вашими старыми фитнес-трекерами, смарт-часами и прочей носимой электроникой, которая валяется без дела. У меня ее очень много. Я увлекся вот этими смарт-гаджетами еще на первом курсе, и самые первые устройства у меня это были браслеты от Sony для занятия спортом. Потом были Sony SmartWatch, потом пошли фитнес-трекеры Mi Band и так далее и тому подобное. И самое главное, их довольно-таки тяжело продать, потому что, ну, я сам бы не купил бушный носимый какой-нибудь гаджет, потому что это устройство, которое постоянно нужно заряжать. То есть оно постоянно активно заряжается, а если говорить о старых фитнес-трекерах, то их заряжать приходилось там каждые два дня, каждые три дня. И вот смотрите, да, вот я зашел вроде бы как с фитнес-трекеров, а сейчас я хочу вам рассказать о том, что я считаю, что между супругом и женой должна быть какая-то тайна. То есть и жена имеет право на свое персональное пространство в интернете переписываться с кем она хочет, посещать те сайты, которые она хочет. То есть, ну, я не должен лезть в ее интересы, как и я считаю, что она не должна лезть в мои интересы. О, какой поворот! Поэтому у меня на компьютере, то есть у каждого из нас свой компьютер, у каждого из нас свой телефон, у меня свой пароль от телефона и от компьютера, у нее свой пароль от телефона и от компьютера. Но, да, еще более, да, такой странный заход, перешли к отношениям Я к чему веду? В андроиде, я боюсь соврать, по-моему, в девятой версии андроида Если не прав в комментариях, поправьте меня Там появился такой параметр, как разблокировка устройства по, получается, гаджету И смотрите, на улице, например, да, мне эта функция нафиг не нужна Потому что все телефоны сейчас разблокируются по лицу То есть, в принципе, да, даже не надо вводить пин-код Ты взял телефон, посмотрел на него, все, он разблокировался Или там нажал на кнопку включения, уже у тебя сканер отсканировал твой палец Все, телефон разблокировался Но вот пароль от моего телефона жена не знает Допустим, если дома, ей потребуется, вот какие-то, мы были на детском утреннике Какие-то я снял видеоролики Я буду совершенно не против, если она разблокирует телефон И перекинет себе, допустим, на компьютер видеоролики, которые хранятся на моем телефоне Или если, допустим, со мной что-то случится Я бы хотел, чтобы моя семья имела возможность разблокировать мой телефон И вот, смотрите, я подключил свой старый первый Mi Band Который вообще уже не работает без источника питания Ты его только отсоединяешь И он проживет буквально там пару секунд и выключается И вот он у меня дома в комнату воткнут И то есть у меня стоит такая настройка в телефоне Что когда рядом находится этот блютуз-браслет У меня телефон не блокируется И, соответственно, его можно просто нажатием на кнопку разблокировать И никаких проблем в моей комнате, если это делать Ловит и в коридоре, не будет Вот такой вот лайфхак, что можно сделать со старым фитнес-трекером Просто можно использовать его как ключик в своей квартире Для того, чтобы любой другой член семьи мог разблокировать ваш телефон Если такая необходимость появится Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Я же, в принципе, снял ролик Да, он получился долгим, да, он получился нудным Но зато для своих камрадов, которые меня поддерживают для спонсоров Всем спасибо, всем пока, увидимся в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok